Дорогие друзья, здравствуйте! Вы смотрите программу «Рождённая в СССР» в студии. Я и ведущий Владимир Глазунов. Мы рады приветствовать вас в прямом эфире нашей программы. Звоните нам по телефону 969-2211. Наши электронные адреса в интернете nostagia.tv.ru либо rusmir.tv.com для тех, кто смотрит нас в Америке. Мой сегодняшний гость родился в артистической семье. Продолжая династию, окончил театральный вуз. Но знакомство с Николаем Фоменко изменило всю его дальнейшую жизнь. Ведь «Квартет-секрет», созданный друзьями, сразу и надолго завоевал любовь слушателей. Дальше была «Сольная карьера» и новая уже созданная им группа и новые песни. А мюзикл-продюсер на сцене театра «Этси Тарас» с его участием произвел настоящий фурор среди театралов. Лауреат премии «Золотой граммофон», «Музыкальное сердце театра», «Чёртова дюжина», ряд других премий. Певец, композитор, актёр, телеведущий Максим Леонидов сегодня у меня в гостях в прямом эфире. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Владимир. Серьёзный такой Максим Леонидов, к нам сегодня в гости пришёл. Вечер. Устаёте, да, под вечером? Нет, я просто в это время уже укладываю детей. Вы же артист, вы же на сцену выходите чаще. У меня дети малолетние. Ну, нет, если не выхожу на сцену, то я укладываю детей. А потом уже тоже спать иду, поэтому... Поэтому такое немножко уже сонное настроение. Ну, вы не волнулись. Нет, мы сейчас зажжём с вами. Да? Отлично. Я рад, что мы зажжём. Пока плеча и... Давай-то я пока плеча и сразу не отпокажу, потому что он горячий. Я рад, что мы зажжём сегодня, потому что сегодня обычно в это время выходит на нашем канале программа «Колба времени» с Дмитрием Быковым. Но поскольку вы не смогли ни в какой другой день, кроме пятницы, мы решили подвинуть Диму Быкова со всеми его колбами и встретиться с вами. Подвинься, Дима Быкова. Ну, Диму сложно подвинуть, но, тем не менее, нам это удалось с вами сделать сегодня. Хорошо, да. Поэтому по порядочку, обо всём визитная карточка сейчас, потом вернёмся. Максим Леонидов родился 13 февраля 1962 года в Ленинграде. В 1979 году окончил хоровое училище имени Глинки при Ленинградской государственной академической капелле. Армейскую службу проходил в ансамбле «Песни и пляски». В 1983 году окончил Ленинградский государственный институт театра музыки и кинематографии. В том же году вместе с однокурсниками основал бит-квартет «Секрет». Через шесть лет начал сольную карьеру. В начале 90-х уехал в Израиль. Выступал с концертами, снимал программу «Эк-дороги» для российского телевидения. В 1996 году вернулся в Россию, создал собственную группу «Хиппо-бэнд». Тогда же записал песню «Девочка-видение», которой было отмечено музыкальной премией «Золотой граммофон». В 2000-х поставил на московской сцене в театре «Цитера» мюзикл «Растратчики». Два года назад вернулся в возрожденную группу «Секрет». Все это о нем. Максим Леонидов у меня в гостях сегодня. В прямом эфире, в прямом вашем распоряжении. Соответственно, звоните, не бойтесь. 9-6-9-2-2-1-1. У нас есть традиция, Максим. В начале программы я всегда прошу своих гостей адресовать зрительской аудитории какой-нибудь вопрос. Желательно, чтобы он был связан с той нашей прошлой жизнью, с ностальгией каким-то образом. Будет такой вопрос? Конечно, будет. Я же был ребенком, очень любил сладкое в 70-х годах, ну а потом в 80-х, уже будучи студентом тоже. Поэтому вопрос у меня такой. Вспомните, пожалуйста, дорогие мои, какие сорта мороженого находились в розничной продаже в ларьках. Не в мороженицах, а вот именно в ларьках. Какие именно, как они назывались. Ну а если кто-то вспомнит, сколько они стоили. Я, правда, думаю, что, наверное, в Москве, в Петербурге и в других городах, когда так была какая-то разница, все это разнилось немножко. Но, тем не менее, будет любопытно об этом поговорить. Про мороженое, да? Да. Хорошо. Про сладкую жизнь сегодня поговорим. Максим не случайно вспомнил, что он тоже, оказывается, был ребенком и тоже, оказывается, любил сладкое, как многие из нас, рожденных в СССР, тогда в детстве любили это самое мороженое. Какое, помните, мороженое? Розничная продажа именно. Да? Да, да. Там какой-то нюанс такой вопрос и закрался в розничной продаже. Нет, я имею в виду в уличной продаже, вот в мороженецах, вот эти вещи, которые на улице стояли, тетеньки с мороженым, вот они продавали. Потому что, если мы начнем вспоминать, какие были в мороженецах сорта, которые вот в вазочке клали, мы запутаемся. Ну, 70-80-е годы, да, мы вспоминаем? Примерно такой период времени, да? Совершенно верно. Ваше любимое мороженое. 969-2211. У вас на визитной карточке было пара ошибок. Какая? Конечно, нельзя же. Значит, во-первых, в театре ЦТРА я просто играл в мюзикле «Продюсеры». К постановке вы не имеете отношения, да? Я там играл главную роль Макса Бианостока. А мюзикл «Растратчики», который вы упомянули, он идет в театре… Мюзикла. Мюзикл, в Московском театре мюзика под руководством Михаила Швидко. И вот этот спектакль я написал, этот мюзикл, собственно, играю вместе со своим соавтором Александром Шавриным. И там же я играю главную роль. В постановке я тоже отношения не имею. Это первое. И второе. Я не вернулся вновь… Секрет. Да. Во-первых, никакого реюниона, то есть возрождения группы нет, и его не будет. Мы просто собираемся раз в пять лет на очередной какой-то юбилей. И вот в прошлом году мы сыграли несколько концертов, посвященных 30-летию. А в этом году нас очень попросили, поскольку не все тогда попали желающие, нас попросили сыграть еще по одному концерту в Москве и в Петербурге, что мы и сделаем. То есть это разовое мероприятие, да? Это разовое мероприятие, да. Мы не собираемся вместе, взяв гитару на перевес колесить по стране. Как это бывало раньше. Да. Так что у каждого своя уже другая жизнь. Но время от времени, в честь дня рождения, мы собираемся. Ну, вас долго заманивали, насколько я знаю. Вот для того, чтобы даже разово когда-то исполнять какие-то песни, для таких вот концертов юбилейных, не юбилейных, неважно. Насколько я знаю, может быть, это неправда, вы можете это проверить. Вы сопротивлялись очень долго. Ну, да. Потому что я вообще, я считаю, что два раза в одну и ту же воду, в одну и ту же реку не войти. И я знаю, что мы сталкиваемся со сложностями и в организационной части, и на репетициях. Мы, может, четыре взрослые дядьки, давно уже у каждого... Каждый со своими, да? ...своя жизнь, и свои тараканы. И нам договариваться порой непросто. Вот. И поэтому, в общем, я время от времени сопротивляюсь такому... Мне кажется, там были два больших таракана, в вашем языком говоря, которые сталкивались с лбами периодически. Ну, да, да, да. Но, тем не менее, знаете, мы сейчас с Колей написали несколько новых песен. Даже вот в честь этого 30-летия выпустили альбом, который называется «Всё это и есть любовь». И он вот-вот появится, значит, в продаже. Поэтому, должен сказать, что отношения у нас товарищеские и творческие. Поэтому, в общем, давайте без домыслов. Хорошо, без домыслов. Ладно. Но, поскольку мы на канале «Ностальгия» находимся, я думаю, будет правильно, если мы вспомним о том периоде тоже, да, будем какие-то сюжеты показывать. Первый предлагаю посмотреть прямо сейчас, раз уж мы заговорили на эту тему. Мы узнаем, шутливую, вернее, версию увидим по поводу создания группы «Секрет». Возвращаем эту ностальгическую версию, шутливую версию создания группы «Секрет». Через какое-то время, конечно, я думаю, даже ваши вопросы, вольно-невольно, не знаю, насколько это приятно или неприятно, Максиму, будут возвращать нас к этому коллективу, поскольку тогда это был взрыв мозга определенный для нас. Вот такая бит-квартета, бит-музыка, которая появилась вместе с бит-квартетом «Секрет». Сергей из Московской области первый дозвонился. Сергей, добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер. Добрый вечер. Значит, первое, по самым низким ценам. Значит, фруктовые 7 копеек в бумажном стаканчике. Дальше молочные, молочные 9 копеек, брикет. Точно. Далее пломбир, по-моему, 11 копеек брикет и стаканчик власть. Стаканчик вафельный, верно, да. Да, и, ну, если повезет, то сейчас называется лакомка, а по 20 копеек забыл, как раньше называлось. Да, лакомка, наверное, и называлось тоже так же. Оно по-разному называлось, на самом деле, да. Да, ну, сейчас не будем мою версию озвучивать. Ну, в конце подведем итог такой, да? Да, потому что, ну, вообще, очень... Подготовился человек серьезный к вашему вопросу. Да, подготовился, видимо, мороженое любил. Мне кажется, не было нам детей, которые в СССР не любили мороженое, как и сейчас. Хотя сейчас говорят, другой мороженое, другой вкус или нет такого еще? Другой. Другой? Ну, конечно, другой. Ну, во-первых, хоть большие разнообразия. Все равно пишут, как это было в СССР, ГОСТы пишут, все равно не то, да? Нет, это уже ближе, на самом деле, потому что вот всякие разные там марсы, шоколадные вот эти сникерсы и прочее. Западное мороженое, они не такие. Во-первых, они, на мой взгляд, они чудовищно сладкие. Там такое количество сахара. Привкус такой, да? Сладкий во рту сейчас уже прям появился. Надо запить. Ну, хорошо, ладно, не будем про мороженое долго. Звоните нам, дорогие друзья, кто еще что вспомнит. Ну, давайте звоните, я не буду даже напоминать вопрос, он периодически титрами будет появляться, а мы будем ностальгировать. Наверное, в данном случае мне не нужно было песню включить, нужно было в начале нашей программы сегодня. Если уж совсем уходить в ностальгию, я узнал, что ваше первое публичное выступление было с другой песней. Это Шалан для полной кефали в Одессу Костя приводил. Да, да, это было в доме отдыха Щелыкова под Москвой. На кинотеанте, по-моему, да? Да, есть такой актерский дом отдыха, он и сейчас есть. Это бывшая, значит, усадьба Николая Островского. И в этом самом творческом доме я проводил отпуск, буду четырехлетним ребенком. А, четыре года вам всего было тогда? С папой мамой, да. И это памятно все, да? Или это уже родители потом рассказали? Частично я это помню, частично мне это рассказали. Думаю, что из всего этого сложилась более или менее правдоподобная картина происходящего. Задерживался киносеанс, а я лез на сцену при каждом удобном случае, на самом деле. То есть меня не надо было упрашивать. Я, как только была возможность хоть малейшее спеть и появиться где-то публично, я, значит, этим занимался. И поэтому я вылез на сцену и стал петь песню. Шаланты полной кефали в Одессу Костю приводил. И все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Тут я остановился и задал папе вопрос. Папа, спросила со сцены громко, а что такое пивная? Зал лег, потому что не шаланты, кефали, бендюжники. Не бендюжники вас не интересовали. Меня абсолютно не интересовали никак. Но вот пивная как-то задела за живое. И задевает до сих пор. Папа смог тогда юному ребенку объяснить, что такое пивная? А об этом истории умалчали. Я думаю, что ответ папы потонул в общем ликовании актерской аудитории. Ну еще бы, от четырехлетнего парня такое услышать. Судя по тому, что вы сами лезли на сцену везде и всюду, и к публичности стремились уже с младых ногтей. То есть родители видели артиста в ребенке сразу? Конечно, да. И спасибо папе, что в какой-то момент он понял, что надо меня обязательно учить музыки, и учить профессионально и на очень хорошем уровне. И поэтому отдал меня на воспитание в хоровое училище в Неглинке. Было такое. То есть оно и есть сейчас. Замечательное музыкальное учреждение. Но сейчас оно в другом месте находится. А раньше-то в Красивиш... Практически на Дворцовой площади были. Да, да. Оно находилось прямо на адрес его Мойка 20. Это просто певческий мост, Дворцовая площадь. Это чудесная кованая решетка концертного зала капелла. Сам концертный зал капелла. И при нем прямо в соседнем флигеле было это училище, в котором обучались мальчики в возрасте от 7 до 17 лет. Мы изучали наравне с общеобразовательными предметами еще и 28 музыкальных дисциплин. Ничего себе. Серьезно, у вас там подготовочка была? Да, да, да. Ну и место красивое, как мы заметили, выше. Я думаю, когда находишься в центре одного из самых красивейших городов мира, то наверняка нельзя не прочувствовать все это, что находится рядом с тобой. Все это окружение не впитать в себя. Или тогда по молодости лет не было такой любви к Ленинграду? Было, конечно. Было. Потому что очень много было времени проведено просто в шляниях по центру города, в прогулках. Особенно, когда мы стали постарше, скажем, класс 7-6. Ну, для вас это как воздух был. Вы же не обращали внимания на красоту, что я живу в Ленинграде. Нет, конечно. Это мы, приезжие, смотрели над открытым ртом. Безусловно, сердце не замирало от этого. Но вы правы, Володя. Когда ты находишься в правильном возрасте, в правильном месте, это не может не наложить свой отпечаток на твой вкус просто. Ты учишься отличать уродливого от прекрасного. Ты учишься видеть гармонию и замечать дисгармонию. Ты понимаешь, что красиво, а что уродливо. А особенно, когда при этом тебя еще учат петь и играть музыку Генделя, Баха. Да, у вас это было погружение серьезное. В Вивальди и так далее. Слушаем зрителей. Арсен из Минска на прямой связи с нами сейчас. Арсен, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, здрасте. Ксим, отвечаю на ваш вопрос. Ленинградская по 22 копейки. И большой пломбеза 28, облитый толстым, солнышек шоколады и обсыпанные орехи. Орехи, правильно, Арсен. Я это не помню. Я это просто сейчас читаю вашу книгу и просто нагло это сейчас вычитал просто. Вы книги писали про мороженое? Ну, наверное, писал, да. Я же вспоминал все как бы... Арсен, нечестно, конечно, но ладно, зачтем вам. Я не знал, что у Максима вышла книга про мороженое. Она не про мороженое, но там упоминается, видимо, мороженое. Нет, книжка называется. Я оглянулся посмотреть, и в этой книжке описано на мое детство. То есть она полна воспоминаний. Школьные годы, армейские годы, институтские годы и годы бит-квартета секрет. А что побудило взяться за перо? Просто хотелось изложить, чтобы это в памяти осталось? Нет, на самом деле, если бы не одна моя приятельница, которая меня просто заставила это сделать, то я бы, наверное, и не сделал. Но просто мы снимали с моей группой некие документальные фильмы. В рамках этого документального фильма я два дня давал огромное-огромное-огромное интервью этой своей приятельнице, которая профессиональная, значит, журналист. А потом в фильм все это не вошло. И она сказала, ну и что я буду с этим совсем делать? Не пропадать же добро-то, да? Она сказала, давай, садись-ка ты и пиши. И вот я писал, писал и, значит, в итоге написал. Ну, ненадолго вернусь, вот у нас прервал звонок относительно ленинградского мороженого. Кстати, мое самое любимое по сей день это мороженое, скажу вам по секрету. Вот мне кажется, что ленинградское мороженое, вкус его не очень изменился. И мне очень нравится тот тонкий слой шоколада, который находится поверх этого белого содержимого внутри. Вернемся, мы прервались на ваше хоровом училище. Дирижерская же работа светила впереди талантливому парню. Ну, руководство большим эстрадным или камерным оркестром. Ну, там не так все просто, потому что диплом хорового училища дает возможность либо работать учителем в музыкальном учреждении, преподавать сольфеджио или пение, или быть дирижером хорового коллектива. А, хорового. Хорового коллектива. Для того, чтобы стать дирижером-симфонистом, необходимо закончить дирижерко-симфонический факультет. Институт уже, да? Какой бы то ни было консерваторий. И, но так получилось, что к моменту окончания хорового училища я совершенно точно понимал, что я не хочу заниматься профессионально классической музыкой. А хотел я к этому моменту обязательно быть на сцене, как-то на музыкальном. В общем, короче, я не очень понимал, чего я хочу, но я точно знал, что мне надо поступать в театральный институт, потому что все-таки театр меня привлекал больше, нежели карьера, скажем, дирижера или учителя музыки. И поэтому я поступил, мне очень повезло, в тот год, когда я поступал в театральный институт, набирали замечательные педагоги Аркадий Кацман. И вторым педагогом на этом курсе был знаменитый ныне Лев Додин, руководитель малого драматического театра, театра Европы, сейчас Петербург. А, у Додина учились даже, да, ничего себе. И я четыре года проучился у Кацмана и Додина на вот этом самом актерском курсе, о чем не то, что не жалею, а чему я невероятно благодарен. В судьбе за то, что она меня свела с такими мастерами, которые дали мне ту актерскую профессию, школу, которую я на сегодняшний момент как-то, смею надеяться, владею. А у Додина было время посвящать достаточное количество времени вам, студентам? Да. Или все-таки он занимался театральными постановками и так вас навещал изредка наставлять? Нет, Додин, как и Кацман, они проводили с нами огромное количество времени. И уроки мастерства актера вели только они, и не было никакого заместителя. Вели только они, и вели они их, знаете, как иногда до часа ночи, иногда до двенадцати. Но вот так вот метро уже закрывалось, тогда они нас отпускали, чтобы могли разъехаться по домам, а иногда и не успевали по домам, ночевали в аудитории. Так что дальше эти... Вовлекались не только студенты, но и педагоги. Процесс настолько, что забывали о метро. Да, правда, они тоже были очень-очень, как-то сказать, рабочими. Строгий педагог Лев Додин? Мне просто интересно знать о нем что-то изменит. Я знаю его как режиссера, а вот как геологическая история, он совершенно не знаю. Лев Абрамович строгий и принципиальный человек. Но с ним безумно интересно, и это искупает все страхи перед ним. Я вообще, надо сказать, его как-то никогда не боялся. То есть были те, кто боялся, вы серьезно, да? Ну, боялся те, боялись те, кто дурака валял. Я тоже одно время дурака валял, и даже был случай, когда мне пришлось на лысо подстричься, чтобы вымолить прощение, и меня бы пустили снова на уроки мастерства. Это отдельная история. Это он настаивал, да, чтобы посмотреть? Он нет, он ни на чем не настаивал, он сказал, что больше не хочет видеть меня, Ваню Воропаеву, Славу Борисевичу, и кого-то там еще, не помню уже сейчас кого, Диму Рубина. По-моему, на своих уроках, потому что мы цинично, как-то гадко себя вели. И мы вынуждены были уйти с мастерства, но мы понимали, что необходимо как-то обратно возвращаться. Поэтому мы поняли, что надо его как-то поразить. Мы пошли и постриглись на лысо. А, видимо, причесочка-то была не такая, как сейчас, да? Нет, конечно. И мы пошли, все постриглись на лысо, все вчетвером или в пятером. И дальше вернулись в аудиторию, но не в саму, а в предбанник такой, где у нас была раздевалка. И договорились с одним нашим студентом, что он выйдет и нам подыграет в таком этюде. И мы вышли перед всеми в ватниках и в ушанках. И стали писать письмо Додину, что вот, дорогой Лев Абрамович, мы пошли по кривой дорожке. После того, как вы нас выгнали из института и попали в дурную компанию, теперь мы в колонии строгого режима. Валим лес, вот, значит, и пишем письмо, и хотим послать вам нашу фотографию. И, значит, наш товарищ какой-то подходил. Мы ставили воображаемый, значит, на треноге фотоаппарат. Вставали все перед, значит, камерой и на счет три сняли эти ушанки. И там, конечно, весь наш курс ахнул просто. И Додин сказал, ну что ж, это... Хулиганский, конечно, поступок. Ну, бог с вами, я вас прощаю. Оценил, да? Это не только жертва, да. То, на что мы... Слушаем зрителей. Эдуард из Москвы ждет давно. Эдуард, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, что я могу сказать? Во-первых, самое лучшее морозное колесо не городское. Оно было очень дорогое. 28 копеек – это очень дорогое. 25 копеек шоу-билетов в кино. А 28 – ну, это очень серьезный, так сказать, заход. Вот это минимум, ну, почти как объяснение в любви, если девушка идет в кино. А в отношении, так сказать, ваша площадь. Ну, мы с вами одногодки. Ну, что я могу сказать? Вы знаете, единственное, что очень жаль, что в свое время выпали вот из нашей, так сказать, колоды. Потому что вот Агузарову мы потеряли. И вас на определенный период мы вас потеряли. Потому что я вас очень уважаю, вас живьем вот два раза, что вы видим в концертах в своей, так сказать, жизни. И, ну, дай бог вам успеха, может быть, у вас еще много лет жизни. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Спасибо, Эдуард. Максим Леонидов, которого мы потеряли сегодня в гостях в прямом эфире, почему он бежал из нас с Агузаровой вместе. Нашли. Потеряли. Ну, нашли, да. Денис из Минска. Денис, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Денис. Я очень рад видеть и Максима Владимира. Являюсь давнешним поклонником группы «Секрет». Обожаю, за сих пор слушаю ваши песни. Ну, немножко жалко, что наша группа рассталась. Хотя последние песни, которые вы иногда вместе играете, я с удовольствием даже записал на видео, пересматриваю. И по поводу мороженого хотел бы сказать, что в Минске, по крайней мере, в Ленинграде не было в детстве. Молочное мороженое в шоколаде стоило 25 копейки, а пломбир в шоколаде 28 копеек. Спасибо вам большое за воспоминания. Я рад, что вот такие разговоры о творчестве перемежаются с какими-то вкусными вещами сегодня, тем более они, безусловно, ностальгические. Их процесс слюновыделения вольно-невольно у нас здесь возникает в студии, тем более вспоминает то старое, настоящее, вкусное советское мороженое. Владимир из Москвы. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер, Максим. Добрый, добрый. У меня вопрос к Максиму. Я вот несколько лет назад в интернете обнаружил запись где-то года 83-го, примерно 84-го. То ли это был какой-то дипломный спектакль, то ли капустник, где молодой Максим Леонидов в нескольких лицах вместе своими, очевидно, однокурсниками, возможно, изображают и пресли, там, я помню, и других еще звезд. Да, Владимир, это был спектакль. Это был один из двух дипломных спектаклей нашего курса. Первый спектакль был «Братья Карамазовы». Замечательный был спектакль, он шел в двух вечерах, я там играл Ивана. А второй спектакль, который мы сделали нашим курсом, это было такое пародийное ревью, которое называлось «Ах, эти звезды». И там студенты нашего курса делали такие номера посвящения различным артистам эстрады, как зарубежным. Рок-звездам, да? Не только рок-звездам, нет, там были и джазовые звезды, эстрадные, там были, знаете, и Джо Досен, и Элвис Пресли, и Анна Герман. Музыкальное ревью такое, разножанровое абсолютно. Да, да, да. И это было смешно, потому что мы не просто пели, и как это происходит в программах, там, один в один, там, точь-в-точь и так далее, а мы еще выстраивали взаимоотношения между этими артистами. Иногда даже без слов просто на, когда один артист появлялся на сцене, а другой еще не ушел, то между ними возникали очень интересные взаимоотношения, и в эти взаимоотношения был втянут еще и оркестр, который аккомпанировал. Так что это был спектакль, который произвел невероятный фурор, и я думаю, что это... Его можно занести в книгу рекордов Гиннесса, как единственный, наверное, в мире студенческий спектакль, который игрался на аудиторию 12 тысяч человек. Это не он был? Это был спортивно-концертный комплекс Петербургский. Тогда он назывался имени Ленина. То есть вы с дипломным спектаклем в дальнейшем уже переросли на эту сцену, да? Да, то есть мы начали с маленького студенческого театра на Маховой, потом мы играли в Октябрьском зале, который около 4 тысяч человек, а потом мы поняли, что, в общем, резонансы и желание горожан увидеть спектакль таково, что мы играли в СКК на 12 тысяч человек и ездили на гастроли с спектаклем. Жалко, что не доехали до Москвы в свое время. Да, жалко. Но вот, как выясняется, есть интернет-версия, может быть, она не полностью, но те, кто заинтересовался, я думаю, могут найти. У нас, к сожалению, сейчас такого сюжета нет, а мне бы хотелось вам показать как раз тот самый уникальный фрагмент. Но есть другая запись, это 85-й год, наверное, первая съемка Максима в фильме. Песня тоже. Давайте слушайте и смотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Сядь со мною рядом, рассказать мне надо, не скрывая, нет, а я, как я люблю тебя. Над рекою сонной шепчут ветви клёна, в этот миг для нас двоих листва шумит. Так тихо и невнятно, но сердцам понятно, что нам тихий вечер говорит. И я люблю твой нежный взгляд, простую речь, я люблю большую дружбу наших встреч. Сядь со мною рядом, рассказать мне надо, не скрывая, нет, а я, как я люблю тебя. Ну, вот мы про студенческую пору заговорили, мне кажется, из того самого времени мы сейчас вам Максима и показали, хотя вот с волосами на голове, а не с короткой стрежкой, с какой они предстали перед Додином когда-то. Вот, ты понимаешь, такую красоту я сбрил тогда. А, я думал, были патлы там подлиннее. Нет, нет, в институте, в театральном, куда же подлиннее. Нельзя было, да? Ну, это студенческая пора действительно, да? Вот этот фильм, одно из первых, наверное, появлений на экране тогда, да? Да, это фильм режиссера Олега Рябакони, который был снят на Ленинградском телевидении. Назывался он «Грустить не надо». Это музыкальный фильм, в нем принимали участие, кстати, совершенно замечательные артисты. И Александр Хачинский, и Андрей Миронов, и Николай Караченцев, и многие другие. И восходящая звезда Максим Леонидов. И нас, как меня, и мою супругу тогдашню Иру Селезневу, нас, в общем, пригласили тоже спеть. Слушаем зрителей. Алексей из Ишкаралы ждет давно. Алексей, добрый вечер. Добрый вечер. Наконец-то дождался. Добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Добрый вечер, Владимир. Добрый, добрый. Очень приятно слушать все ваши разговоры. Я и песни выслушал, я и помню песни, которые пел хорошо, чем Максим Леонидов, когда девочка глянулась туда, а он глянулся туда, назад. Но у меня вопрос другой. Я даже помню, какие сорта мороженого мы ели в 60-е годы. Это был пломбир и шоколадное мороженое. А в 70-е годы я уже их не ел, потому что я уже был взрослый. Но у меня вопрос к Максиму такой звучит. Да, да, да. Вот поэтому к Максиму вопрос такой. Знает ли он творчество Валерия Абазинского? Это первое. И второй вопрос к Владимиру Глазунову. Скажите, Владимир, почему вы так усердно обходите творчество Владимира Абазинского за последнее время? Ведь это же обладательный тенор, который был в наше время. Это был первый тенор и первый певец, который всегда был лучший из всех. Спасибо. Сейчас оба мы вам ответим на ваши вопросы, тем более, что они связаны с одним и тем же человеком. Вы начнете, Максим? Я, да, ну, что вам сказать. Я никогда не был большим поклонником Валерия Абазинского, но я не могу, конечно, во-первых, не знать его и, во-вторых, не признать, что для нашей эстрады 70-х годов, начало его было 70-х годов, это была фигура, конечно, такая, культовая, очень значимая, потому что он был такой наш, даже не знаю, действительно такой драматическо-лиричный, герой и тенор, и эти глаза напротив калейдоскопа генералу, так что, конечно. Я не думаю, что мы обходим творчество Абазинского, другое дело, что я сегодня действительно Максима не приготовил вопросы относительно Абазинского, вы это сделали, поскольку знаю, что он никогда не являлся большим поклонником этого, безусловно, великого певца, но если вы внимательно следите за нашей программой, то некоторое время назад, достаточно давно уже, но тем не менее это было, в гостях у меня была Анна Есенина, последняя жена Абазинского, мы очень подробно говорили, конечно, тогда о нем, быть, может, стоит вернуться к разговору и пригласить тех, кто был близок с Абазинским, тех, кто сегодня еще в состоянии что-то вспомнить, рассказать какие-то детали, которые вам интересны. Александр из Москвы, слушаем вас. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый, здрасте. Я вот удивляюсь, как-то вот до сих пор не упомянули два культовых названия мороженого. Это эскимо, знаменитое, пенцкопеек, и рожок за 15. Правильно, только в Питере он назывался сахарная трубочка. Конечно, сахарная трубочка питерская или московский рожок, это скрученный из вафли такой, действительно, рок изобилия, в котором, значит, было мороженое. Правильно, да, еще не упомянули крем-брюле, кстати, до сих пор. Да подождите, у нас еще есть 30 минут почти, что до конца эзира. Александр из Одинцова, может, вспомнить что-то. Александр, здрасте. Я вот как раз хотел сказать по поводу мороженого, вот про сахарную трубочку уже сказали, это уникум был вообще питерский, плюс крем-брюле, не знаю, вот говорили здесь или нет, у меня просто звук был отключен, за 11 копеек эскимо. И еще в летний период продавалось за 7 копеек фруктовое мороженое. Так, верно. И за 22 копейки это пломбир, но уж про 28 с орехами здесь уже упоминалось. Да, 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 верно, Саша. Спасибо. Можно было вместо одного за 15 купить два за 7 и объесть этим мороженым, оно было не молочное, а фруктовое. Ну, это ты кто любил фруктовые, я чербит не очень любил. Не очень, да. А я любил, потому что можно было два купить. Ну, там льда еще было много намешено вместе с этим соком. Это сейчас происходит, и тогда в этом смысле ничего не меняется. 9-6-9-2-2-1-1. У меня такое ощущение, что человек специалист по мороженому, который, быть может, как и многие мы в детстве шкеты маленькие мечтали продавать это мороженое когда-то. Не было такой мечты? Нет, я никогда не хотел быть мороженщиком. Я хотел быть дворником сначала, потом пожарным. Серьезно? Дворником? То есть хотелось подметать улицу, да? Да, и я объясню почему. Потому что, во-первых, сразу виден результат труда. Это вообще важно. Вот было грязно, стало чисто. Понимаешь? Это ты уже что-то сделал, убрал, подмел. И прописку еще это дают в Москве. Это я про это не знал, во-первых. Во-вторых, в принципе, мое желание, оно недолго просуществовало, потому что его сменило горячее желание быть пожарным. Тоже результат виден сразу. Во-первых, да, горело потушил. А во-вторых, форма, каска, красная машина. Это, представляешь, для пацана красная машина, на которой можно разъезжать с сиреной. Тоже, видимо, ненадолго задержалась эта мечта по поводу машины, потому что пришла другая мечта, стать ковбоем, например. Да, ковбоем, да. Потом я захотел стать Робертина Лорентья, когда я услышал Робертина Лорентья. Петь так же, как он хотелось. Да, да, да. Я даже считал, вот я помню, я лежал, засыпал и думал, так, 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 он стал звездой в 12 лет, а мне пока еще 10, у меня еще есть 2 года. Представляешься? А потом захотелось стать Битлом. Потом захотелось стать Битлом, и я им стал. Ну, по сути, да. Что тут спорить? Действительно, все, кто помнит Бит-квартет, это секрет. Хотя, наверное, вас очень упрекали тогда, да, что вы подражаете Битлом, что вы задираете эту кальку. Вот кто-то по-хорошему как-то принимал эти условия игры, а кому-то было ужасно досадно. Понимаешь, какая штука? Мы единственное, кому удалось, не копируя и не заимствуя музыку... Ну да, вы же ноты не снимали. Да, мы писали свои песни, и вы там не найдете битловских нот, но при этом нам удалось примерить на себя, присвоить это мировоззрение, эту манеру поведения, это вот бесшабашное такое... вот такую сумасшедшинку хорошую, остроумие. Ну, это костюмчик идеально на вас лег, да. И, кроме всего прочего, мы были первой, наверное, единственной на долгие годы буржуазной группой. Это тоже верно, да. Хотя мы могли бы примерить мировоззрение Де Пеппел, например, или Лед Зеппелин. Не могли, потому что мы не могли примерять мировоззрение тех людей, которые от нас далеки по своему мировоззрению. Мы просто были очень похожи. Нам очень нравилось это, и поэтому, собственно говоря... А это идея коллективная? Вот так вот войти в мировоззрение, почувствовать интонацию? Не было никакой идеи, мы просто были сумасшедшие, совершенно бетломаны. И наша актерская природа требовала найти этому выход. И поэтому мы не играли конкретно бетлов, но мы играли вот в такой вот буржуазный, какой-то веселый, разбитной вот такой коллектив. И так хорошо играли, потому что нам это очень нравилось, что заразили это игрой... Огромное количество людей, да. Я помню, как мы всех... Билет был невозможно купить на фильм «Как стать звездой». Да? Этот фильм, где вы тоже принимали участие. Лицедеи, вы еще кто-то там не помните. Тоже созвездие большое. Уже не говоря про ваши концерты тогда. Другое дело, насколько вы комфортно внутри коллектива существовали четвером. Здесь тоже похоже взаимоотношение на Битлес? Было по-разному. Были времена, когда мы просто были абсолютно родные, просто братья. Ну, вы представляете, вот на гастролях огромный люкс там из нескольких комнат. Между ним где-то посередине санузел с ванной. И вот весь этот люкс пустой. А если зайти в ванну, то мы видим следующее. В ванне лежит Фома, на туалете с закрытой крышкой сидит Заблудовский с гитарой. Рядом стоит Мурашов с сигаретой. И я, прислонившись косяку, что-то им рассказывал. Идиллия просто какая-то творчество. Да, мы действительно были, мы занимались вместе самым важным в жизни делом. Кто может быть ближе. Фома некоторое время, как ты называешь его, Николай Фоменко на самом деле был у меня в гостях. Тоже говорили об этом. Не могли не говорить. Кусочек из интервью прямо сейчас. Ходили слухи, что вы там за лидерство боролись с Леонидовым. Что вы там жили в разных номерах. Чуть ли не в разных, а ты уехал уже после того, как распались, правильно? Да он сразу, он сказал, я выезжаю в Израиль, и все, на этом группа закончилась. Но вы дружили? Вы были в хороших дружеских отношениях, когда были вместе? Когда вы в Белести, ну да, конечно. У вас не было борьбы за лидерство? Ну что значит не было борьбы за лидерство? Конечно, она всегда, и сейчас, наверное, даже она есть. Сейчас-то что вам дружить? Да вы не понимаете. Мы не говорим же о борьбе за лидерство Ивана Ивановича Сидорова и Васю Пупкина между собой за то, кто первый ударит по наковальне молота на заводе в цеху номер восемь, правильно? Ну мы все, вы что? Мы приличные и воспитанные люди. Лидерство в хорошем смысле. Кто больше напишет, кто больше сделает, кто больше еще что-то. Это двигает людьми в любом случае. Это двигает Феррари в борьбе с Макларен, понимаете? Мягко говоря. Вот, собственно, и все. То есть причина одна, сейчас, судя по вашим словам, четверки не стала, потому что он уехал в Израиль? Нет, я не сказал бы так. Просто мы, вы знаете, как сказать, мы выросли просто и все. Выросли. Ну это вообще песенный жанр. Вот мне, например, я во веки веков не могу всю жизнь. Макс любит. Он может этим заниматься всю жизнь. Пишет песни, ему это нравится. И Андрюша с Блузки, и Алеша Марашов. У них получается, у них как-то пластинки выходят. Но я, честно вам скажу, я не вижу в этом, так сказать, глубинного приложения, что ли. Вот так. Оказывается, вы можете одним делом всю жизнь заниматься. А глубинного приложения Николай Фоменко не видит в этом. Никакого. Ну на самом деле, я его уважаю. Он занимается тысячей дел и занимается всерьез. Куда-то он исчез сейчас со своими тысячей дел. А? Сейчас он исчез куда-то вместе с тысячей дел. Но он исчез с экранов. Раньше он был на экране чаще, чем Ваня Урган сегодня. Правильно, ему не надо быть на экране. Зачем? У него есть... Я тоже, на самом деле, не так часто на экране появляюсь. Потому что в какой-то момент ты понимаешь, что это все суета-сует. Это балаган и ярмарка тщеславия. Ну а зритель-то хочет по-прежнему, чтобы он писал «Девочку видения», чтобы пел «Привет», да? Ну зрителю придется считаться с тем, что артист взрослеет, мудреет и пишет какие-то иногда и другие песни тоже. Ну и, например, снимается в кино или пишет мюзикл и ушел в музыкально-драматическую эстезию какую-то. Кстати, я слышал, что вы хотите поставить одну из постановок, в которой когда-то снялись. Мы сейчас увидим в сюжете, потом вернемся. Новый метлат чистый метет, он хочет облаву. Дальше. Когда будет облава, вы знаете, король? Она будет завтра. Она будет сегодня. Кто сказал тебе это, мальчик? Это сказал тетя Хана. Вы знаете тетю Хану? Я знаю тетю Хану. Дальше. Пристав собрал участок и сказал им речь. Мы должны задушить Беню Крик. Так сказал он, потому что там, где есть государь-император, там нет короля. Сегодня, когда Крик выдает замуж сестру, и все они будут там, сегодня нужно сделать облаву. Дальше, дальше. Тогда шпики стали бояться. И они сказали, если мы сделаем облаву сегодня, когда у него праздник, так Беня высерчает и уйдет много крови. Так Пристав сказал, самолюбие мне дороже. Ну иди. Иди. Так что сказать тетя Хане за облаву? Скажи, Беня знает за облаву. Ничего, что мы вернемся через полчаса. Ну только не больше, чтобы не нарушать меня праздник. Хороший фрагмент. Я рад, что Максим начал улыбаться. Уже во второй части нашей программы гораздо чаще, чем мы улыбался в первой нашей части программы. Мы обещали, что не уснем. Это была до поездки в Израиль, да? Конечно, да. Это был 88-й примерно год. Это картина «Бендюжник и король» режиссера Владимира Оленикова с музыкой Александра Журбина и либретта Ассара Эппеля. Замечательная такая была история. Я сейчас вот так с удовольствием посмотрел оттуда фрагмент. Я все-таки... Мне кажется, в театре мюзикла намечается поставить «Бендюжник и король». Я знаю, знаете, спросите у Михаила Ефимовича Швыдкова, может быть, и намечается. Но вас не привлекли в данном случае либретты писать? Нет, ну зачем же? Там чудесные либретты, хорошая музыка, и «Бендюжник и король» должен играть молодой человек до 30 лет. Что же касается моих планов театральных, то их довольно много, потому что... Поделитесь, какие это планы? Ну, помимо того, что в театре мюзикла идет спектакль «Растратчики», где я играю одной из главных ролей, а в театре имени Моссовета... В театре, простите, имени Маяковского идет спектакль «Мама-кот», который тоже написан в соавторстве мной, в соавторстве с Александром Шавлиным. Помимо этого ожидает своей, как бы, судьбы новый мюзикл под названием «Чукотка». И я очень надеюсь, что сейчас, в ближайшее время, мы определимся с тем, где он будет идти. Идет работа над музыкой к музыкальному спектаклю «Путешествие Нильса с дикими гусями» для Ленинградского театра, Санкт-Петербургского театра имени Лянсалета. И есть еще кое-какие планы, про которые пока рано говорить. Но вовсе они музыкально-театральные, да? Да, мне очень интересно этим заниматься. Гораздо интереснее, чем песни писать. Послушаем Бориса из Петрозаводска. Ждет давно Борис. Добрый вечер. Если дождались, здравствуйте, Борис. Да, дождался. Добрый вечер. Я хотел упомянуть еще о пломбире. О нем уже упоминали, но пломбир был очень разнообразный. И вот в Москве, в ГУМе, в ЦУМе, в универмаге Москва продавался пломбир вафельных стаканчиков с большой шапкой. Оно было обычное, шоколадное, стоило 20 копеек. В конце 80-х оно появилось уже в переходах в метро по 50 копеек. Понятно. А еще были брикеты пломбира по 28 копеек, если мне память не изменяет. Он так и назывался. С заключенной между двумя вафельными слоями. Спасибо большое. Да, были такие брикеты действительно и большие по 48 копеек, которые так и назывались. 48 копеек был. Большой брикет. Помнишь такой? Да, да. Он был в такой серебряной фольге. Александр, из Москвы вы перезвонили, я так понимаю, Александр? Да? Просто не успели о чем-то спросить? Да, Владимир, просто я не успел задать вопрос. Задайте. Максим, вот в свое время, в конце 80-х, по-моему, в начале 90-х годов, в театре эстрады в Москве шел спектакль с вашим участием и с вашим отцом о Беллусе Пресле. Вот сохранился ли он в какой-то форме на пленке или на видео? И второй вопрос. Вот ваша супруга Ирина Селезнева очень хорошо сыграла в «Крейцеровой сонате» и вот в этом документальном музыкальном фильме «Грустить не надо». А вы не знаете, какая ее судьба дальше? Она больше актерством не занимается? Спасибо. Какой первый был вопрос до Ирины Селезневой? Про отца вашего был вопрос первый. Это был спектакль, музыкальный спектакль, который назывался «Король рок-н-ролла». Это был биографический спектакль о жизни Элвиса Пресле, где я действительно играл Элвиса, а мой папа, Леонид Леонидов, играл полковника Паркера, менеджера Элвиса. Это был спектакль, поставленный в Ленинграде, а в Москву мы приезжали на гастроли. Если вы найдете в интернете, вы найдете небольшой телевизионный сюжет об этом спектакле, называется он «Судьба короля». Наберите «Судьба короля». Как-то сохранился сам спектакль, да? Всего спектакля, видимо, нет, но какие-то музыкальные номера и куски с интервью и драматическими сценами сохранились. «Судьба короля». Что касается бывшей супруги, что касается Ирины Селезневой. Да, вы забыли упомянуть очень популярный в свое время фильм «Московские каникулы», где Ира сыграла одну из главных ролей вместе с Леней Ермольником. Она уехала со мной в Израиль, когда я вернулся в Россию, она предпочла остаться там. Она сделала очень хорошую театральную карьеру в Тель-Авивском камерном театре. Но в последние несколько лет она живет в Англии. Насколько мне известно, театром не занимается. Вы были знакомы с Михаилом Казаковым? Да. Мы с ним тоже были хорошо знакомы, много общались при жизни. Я вот сейчас вспоминаю, вот читая сегодня вашу израильскую историю, я вспомнил его формулу, которую он часто любил говорить. Мне Израиль понравился, я себе в Израиле очень не понравился. И у меня какие-то аналогии стали рождаться. Ваша история очень похожа на его пребывание в Израиле тоже. Вы тоже занялись там драматическим театром, да? Вы изучили язык. Не только. Создали группу. Выпустили пластинку. Сначала я стал заниматься музыкой исключительно. И я выпустил один диск, потом выпустил второй диск. А потом уже потихоньку появилось и телевидение, и роли в сериалах, и музыкальный театр, мюзиклы. Я не могу сказать, что я себе не нравился. Там, в Израиле. Да, потому что я, конечно, в отличие от Михаила Михайловича, я был молодой человек, мне было 28 лет. Да, да, в этом разница. Я легко взял язык. И смешно сказать, но свою пластинку под названием «Максим», первую пластинку в Израиле, я не только всю спел на иврите, но и практически 70% этих песен я написал сам на иврите. Конечно, при помощи моих старших товарищей, которые жили там более долгое время, при помощи людей, говорящих на иврите с детства. Все равно там с нуля приходилось все начинать, да? Конечно. И это было чудовищно интересно. Это было очень-очень интересно. Это была настоящая борьба, которая, безусловно, закаляет. Так что вот. Но все равно я вернулся, потому что зритель, мой зритель, мой слушатель, он, конечно, здесь. То есть зрителя там вашего не было? Вы его там не нашли? Ну, там, безусловно, есть зритель, который слушает и смотрит русскоязычные спектакли и песни. Но, конечно, того многообразия, которое есть здесь, такого количества людей, для которых имеет смысл писать и играть, конечно. А не уехать было нельзя? Было невозможно уже здесь какое-то время находиться? Или вы не хотите особо на эту тему говорить, относительно вашего отъезда? Знаете, это долгая, на самом деле, история. Просто где-то, я сейчас не буду всю фразу вам читать из вашего интервью, но просто из контекста тоже выдирать не хочется. Сложные периоды бывали, я уезжал не только из Питера, но и из СССР. Только город здесь совершенно ни при чем. Виноваты всегда люди, говорите вы. Верно, конечно, верно. Я понимаю, период времени был сам по себе непростой. Если вы вспомните, да, 90-й год, то, во-первых, было действительно страшно. И те, кто мог, они старались каким-то образом, потому что повлиять ни на что было нельзя. И уезжали не только в Израиль, уезжали русские, уезжали немцы. Люди бежали из страны. В стране было очень неспокойно. Вот. А что же касается, так сказать, ну... моих личных мотивов, то закончился огромный период моей жизни. Я закончил свою историю с Бит-Квартетом Секретом. Что делать дальше, я, честно говоря, не знал. И поэтому мне казалось, может быть, наилучшим выходом из положения уехать куда-то, где меня никто не знает, где я никого не знаю. И где действительно надо начинать все с нуля. Спрятаться немножко, да? Стереть немножко личную историю. А, стереть немножко что-то ластиком из жизни. И начать перевернуть страницу, да? Ну, это получилось. Сегодня, мне кажется, правильно, если мы покажем другой коллектив Максима Леонидова, с которым, в принципе, Максим мог бы сегодня прийти к нам в студию, будь у нас немножко здесь пошире, да? И по музыке, если бы мы смогли еще музыкальный райдер ваш исполнить в этом случае. Поскольку мы договаривались о музыкальном эфире первоначально, ну, я думаю, рано или поздно он состоится. А пока что хиппо-бэнд и песня «Не дай ему уйти», а потом вернемся. В прямом эфире у меня сегодня 969-2211. Хиппо-бэнд мы сейчас услышали. Название коллектива достаточно своеобразное. И наверняка Максим очень часто спрашивает, почему мы назвали группу именно так. А я так еще интереснее вычислил, что в каком-то интервью Макс говорит, что я бы вообще хотел каждый альбом выпускать с новым названием группы, да? Ну, потому что название группы ничего не значит. Мы же не Rolling Stones, понимаете? Все равно это Максим Леонидов и группа, пусть она сегодня называется «Хиппо-бэнд», завтра она называется «Мандарины», послезавтра она называется «Старые козлы», послезавтра… Это еще не скоро. «Поганки», потом… «Пельмешки». Да, ну и так далее. «Кнейли» – хорошее название, мне нравится. Да, кстати, но тем не менее остановились на одном названии. Почему-то, да, по какой-то причине? Ну, мы записывали альбом, который назывался «Хиппо-потам», и в связи с этим назвали группу «Хиппо-бэнд». Потому что как раз к моменту, когда выходил этот альбом, прошу прощения, что-то перчит, першит мне. Водичку можно пить по ходу разговора, ничего страшного. Когда выходил альбом, название уже появилось? Название появилось, да, и, в общем, уже альбома… Если до этого альбомы назывались «Максим Леонидов», то прямо с альбома «Гиппо-потазм». А сейчас концертной деятельности меньше, да? Нет, почему? Сейчас в основном вот такая музыкально-драматическая, о которой мы говорили уже. Нет, нет, это совершенно не так. Мы играем концерты по-прежнему. У вас меньше сегодня ротации на радио, да? Меньше телеэфиров и так далее. Может, от того, что вы ушли в театр и за это? Ну, вы знаете, я давно не выпускал новых альбомов просто. Мой последний альбом, записанный в Канаде, назывался «Дикая штучка», и это было в 2011 году. Но надо сказать, что с него как раз песня «Письмо» завоевала премию «Чартова дюжина» за лучшую поэзию. А сейчас, знаете, ну, сольных меньше на радио, но сейчас выше выходит альбом группы «Секрет», песня с которого сейчас была в ротациях. Так что, в общем. Ну, мне кажется, эту ротацию альбома группы «Секрет» мы можем начать прямо сейчас. Смотрим сюжет. Не таскай с собой день Вчерашний в рюкзаке Были мотенечки, был я веселый, обеспеченный молот. Ты, конечно, слышал о беспечном языке. Знаешь, мне сказали, этот парень возвращается в город, Скоро ничего не исчезает, даже если жизнь кидает нас на вираже. Прогибла в сам надежде, и твоя любовь, как прежде, Вчерашний в рюкзаке на пятом этаже. Ну, вот данный сюжет показывает, что все-таки ничего не исчезает, как поется в композиции одноименный бит-квартета «Секрет». Все же это та самая группа, о которой мы говорили, пол нашей сегодняшней программы, юбилейный концерт, состоявшийся несколько лет назад. Пять лет назад, да. Это как раз было 25-летие. А сейчас уже 30 лет в группе, да? Да. Ну что, у нас до конца эфира немного времени остается. Обо всем практически распространяется. А, вот я не спросил, как поживают Маша и Леонид. Маша и Леонид чудесно поживают. Маша школьница, Леонид детсадовец. Ну, еще юные совсем создания. Да, да, Машей будет 10 осени, Леоне 6. Так что вот, Маша занимается в музыкально-театральном коллективе детском. Поздно появились дети достаточно, да, Макс? Да. До 43-х лет вы где-то написали «Мне рожать было просто некогда». Некогда, да? Некогда и не от кого. А, искали идеальную маму? Да. Потому что когда мы стали вместе жить с Александрой и потом поженились, то, конечно, нам были необходимы дети. И, в общем, я понял, что с этой женщиной я хочу иметь семью такую настоящую. Нашли идеальную маму, идеальную жену. Да? Да? Угу. Ну, за оставшуюся минуту подведите несколько, не такой итог нашего мороженого разговора сегодня. Замороженного разговора. Ну, значит, я думаю так. Чего вам-то помнится из мороженых тех? Или чего-то не назвали, может? Нет, назвали все, что я помнил. Подведем итог. Семь копеек фруктовое мороженое, черно-смородиновое оно было в основном. Хотя попадалось и клубничное, земляничное, но реже. В основном было черно-смородиновое. Потом следом шли вафельные и стаканчики, и бумажные стаканчики. Да, были бумажные. По 10, они были иногда по 10, по 11, самые дорогие по 15 копеек. Были вафельные стаканчики. В основном они были трех сортов. Либо пломбир, либо крем-брюле, либо шоколад. 30 секунд. Так. Эскимо, сахарная трубочка за 15 копеек. За 28 копеек мороженое брикет. И за 22 и за 28 ленинградское в шоколаде с обсыпанными орехами. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Спасибо. За интересный разговор о мороженом. Мороженое с розочкой мы еще не вспомнили. Оно ведь тоже было такое, да? Это торт, торт. Увидимся, как обычно, дорогие друзья. Теперь уже в понедельник. Буду ждать вас с Александром Левшиным ровно в 22 часа. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok